Лекция названа «10 открытий», но мне было настолько трудно отобрать эти 10 открытий, что в итоге я решил, что пусть будет 17 открытий. В основном это будет последний год, парочка будет, чуть-чуть мы назад в прошлое сдвинемся, но я надеюсь, вы меня простите, просто там такие примеры очень красивые, я решил их заодно включить. И начнем мы с разговора про неандертальцев, про предков неандертальцев. Вот этот симпатичный дяденька свалился в пещеру в Италии где-то 170-180 тысяч лет назад, его нашли в 1993 году спелеологи в пещере Альтамура, причем они не знали, конечно, насколько он древний, но было понятно, что он древний, потому что он весь такой порос кальцитовыми наростами. Итальянские ученые, они такие неторопливые, поэтому только в 2008 году туда снова пришли специалисты, взяли у него образец, кусочек лопатки, там же целый скелет в таком виде валялся, они взяли кусочек лопатки, они взяли вот эти кальцитовые натеки, для того, чтобы датировать их, по-моему, уранториевым методом, выяснили, что у него датировка такая, то есть вот где-то от 130 до 170 тысяч лет назад он туда попал, а метрохидриальная ДНК у него оказалась типично неандертальская. Это было уже все опубликовано в 2015 году. В 2016 году братья Кеннис сделали вот эту скульптуру, причем черепа еще как такового никто толком не видел, были только вот эти фотографии, но реконструкцию они уже сделали. И вот не прошло и 8 лет, как наконец добрались, наконец, до черепа. Но с этим черепом были проблемы, потому что, значит, в этой пещере, значит, там такая стенка из салагмитов фактически, которая делит ее на две, и череп, он в ней прям застрял, то есть лицом он торчит к нам, а затылок у него в такой маленькой камере, туда вообще никак не забраться, туда можно было только в щель просунуть, значит, на таком зонде, на штативе гоупрошку. И, короче говоря, эти специалисты сделали фотографии со всех сторон этого черепа, и с помощью фотограмметрии построили две половинки такие, сделали виртуальные модели, а потом собрали их вместе. И вот у них получилась виртуальная модель черепа, которая оказалась довольно похожа на других древних гоминин из пещеры Сима-де-Лесуэсес в Испании, но они гораздо более древние, то есть там-то датировки 430 тысяч лет, а у этого друга где-то 150. И, соответственно, возникла идея, что вот в Италии был такой рефугиум, где-то такие архаичные еще недо-неандертальцы сохранились, когда уже в других частях Европы бродили уже более такие неандертальские товарищи. Ну, учитывая темпы вот этого исследования, наверное, еще лет через 8 нам покажут остальной скелет. Будем ждать. Значит, продолжая разговор про неандертальцев, весьма дискуссионная тема их охотничьи навыки, и на каких животных они были в состоянии охотиться. Можно услышать о том, что, ну, наверное, на зайцев, может быть, на оленей, но, конечно, не на мамонтов, потому что куда ниандертальцев с какими-то жалкими деревянными палками против огромного вот этого зверюги. Ну, вот замечательный памятник находится в Германии, называется Neumark Nord, где уже больше ста лет назад находились скелеты, это не мамонты, это примобивливые слоны, палеолаксадон, которые были вообще по размерам крупные самцы в два раза больше современных слонов. Их там нашли 70 скелетов, некоторые достаточно комплектные, как вот этот. И вот в недавнем исследовании специалисты провели анализ подробной поверхности этих костей. Вот тут на фото, чтобы вы понимали масштаб. Как раз ученая-дама делает какие-то фотографии поверхности бедренной палилаксадона. И эти поверхности прямо испищены следами от орудий, то есть их разделывали, и разделывали их очень старательно. То есть отделяли конечности, отделяли хобот, вынимали все внутренние органы. Значит, ноги сами разделывали с особой тщательностью. Вот, видимо, неандертальцев интересовали такие жировые подушки в стопах, они, наверное, были самые вкусные. И они их там с особым рвением их оттуда вырезали. Кроме того, вот то, что касается того, охотились они, или, знаете, как иногда предполагают, может это были уже дохлые слоны, которых они находили умерших своей смертью. Но вот анализ полувозрастного состава этого кладбища говорит, что не похоже на естественное кладбище слонов. Там нет самок, там нет совсем молодых особей, там такие зрелые самцы. И дальше рассуждают так, что если у них социальная организация, у этих палеострадонов была примерно такая, как у современных слонов, у современных слонов есть зрелые одиночные самцы, которые бродят отдельно от стада. И на них проще охотиться, когда он один. И что вот у этих неандертальцев была такая стратегия, они выбирали себе добычу этих одиночных самцов. И еще интересный момент. Посчитали, что чтобы съесть такого слона за неделю, нужно 350 человек. Просто чтобы его съесть. Сто человек съедят его за месяц. Соответственно, мы-то представляем, что они какими-то маленькими группками ходили. И вот что они маленькими группками делали с такой горой мяса? Значит, дальше предполагают. Либо у них были какие-то методы консервации. То есть они вялили, коптили это мясо. Потом его надо было куда-то нести, там хранить. Либо они собирались действительно огромной толпой. То есть разные там, условно, племена со всех сторон приходили и дружно устраивали пирушку, на которой они ели этого слона. Вот так. И дальше там у них, конечно, отдельная часть статьи посвящена тому, как они охотились. И анализу эффективности деревянных копий. Имеется в виду деревянная копия, которая без наконечников вообще. Просто заостренная деревянная палка. Казалось бы, ну что это за орудие? Но они проводят этнографические анализы, показывают, что разные традиционные народы до самого недавнего времени с этими деревянными палками неплохо так охотились. В том числе, кстати говоря, на слонов, пигмеи в Африке. Неандертальцы будут поплотнее пигмеев, так что, вероятно, они с этой задачей справлялись. И неплохо так этих слонов, видимо, истребили в конце. Естественно, нельзя не сказать про различные генетические исследования неандертальцев, которых сейчас уже проведено очень много. Но вот это оно такое специфическое, потому что решили посмотреть, нет ли вклада неандертальской ДНК в наши циркадные ритмы. Ну, циркадные ритмы – это такие вот биологические часы, про которые вы, наверное, знаете, что мы делимся условно на жаворонков и сов. Жаворонки в среднем просыпаются на 2 часа раньше, ложатся спать на 2 часа раньше. И понятно, что мы можем менять свой режим, подстраиваться. Вот я сегодня встал, это еще 7 утра не было. Но это тяжело. То есть, в принципе, есть заметная генетическая составляющая. Сейчас уже известно порядка 250 генов, которые влияют на циркадные ритмы человека. А поскольку неандертальцы в северных широтах жили сотни тысяч лет, то наверняка какие-то у них адаптации были к местному световому дню, который зимой короткий, летом длинный. И вот, когда пришли кроманьонцы, может быть, они от неандертальцев приобрели какие-то вот такие вот характеристики. И анализ показал, что действительно найдено было порядка 4 тысяч генетических вариантов неандертальских, так или иначе связанных с циркадными ритмами, которые есть у современных неафриканцев. Что, в общем, хочется думать, что это не случайно. И когда они посмотрели, вот эти исследователи, на 9 самых таких сильных генетических вариантов, наиболее тесно связанных с циркадными ритмами, оказалось, что неандертальские варианты все работают в сторону жаворонков. Вот. А, ну это делалось, естественно, с помощью анализа современного биобанка. То есть это у современных людей они работают в сторону жаворонков. По-хорошему, как они работали у неандертальцев, мы не знаем. Но смысл в том, что, а зачем быть жаворонком на севере, ведь вот зимой-то вообще солнце встает поздно. Ну, а зато летом оно встает рано. И летом вот такая адаптация могла быть полезна, чтобы быстрее вскочить и побежать на охоту. Понятно, что это некая спекуляция. Но вот такую картину мы получили, как-то ее надо попытаться интерпретировать. Вот. От неандертальцев мы перейдем к древнему Египту внезапно. И здесь будет, я вижу здесь дети, у меня будут такие не очень симпатичные примеры. Один даже сейчас придется мне пропустить, вот, зацензурировать. Я намекну только. Вот. А известны различные изображения в Древнем Египте, которые связаны с традицией военных трофеев в виде отрубленных рук врагов. То есть, например, вот это фото мною сделано в храме Рамсеса III в Фивах, Мединет-Абу, где, значит, мы видим гору прямо отрубленных рук, которую высыпают перед царем. А там, значит, отчет о том, сколько этих рук привезли, сколько всякой другой добычи после некого военного похода. Вот такие свидетельства многочисленны, но до сих пор не попадались археологам в руки сами эти руки. И, наконец, попались. Вот есть такой памятник в Дельте-Нила, Телель-Даба называется. И там когда-то находилась столица царства Гексосов. Аварис – это второй переходный период, где-то 3600 лет назад, наверное, когда Египет, значительная часть Египта была под властью захватчиков Гексосов. И вот здесь у них находилась столица, там стоял дворец их царя, а перед ним обнаружили три ямы, а в ямах лежат, как нетрудно догадаться, отрубленные кисти. Причем они все правые. Вот там 12 кистей были в сборке, так сказать, и еще отдельными пальцами там еще 6 человек насчитали. То есть 18 индивидов, из них большинство мужчины взрослые. Там одна кисть сомнительная, то ли мужчина, то ли женщина. Но вот 17 – это мужчины, кисти лежат вот так вот с топыленными пальцами, отрезаны очень аккуратно. То есть никаких частей предплечий не сохранилось. А вот если ее отрубали в бою, например, то явно должна была остаться какая-то там культя. Значит, отрезали аккуратно уже у покойника, предполагают. Но дальше как это можно трактовать? То есть либо это какая-то казнь была, наказание. Но вот в Древней Египте неизвестно таких наказаний с отрубанием руки. Либо, что более вероятно, это те самые военные трофеи. Потому что это двор перед дворцом, вот царь выходил, и перед ним это, значит, вываливали. Ну а согласно текстам, воины за это получали золото, земли, каких-то там рабынь. И действительно известно, что вот в Египте, это же захватчики, потом их царь Яхмас выгнал. Ну, видимо, выгнать он их выгнал, началось новое царство. Но традицию эту он у них перенял. И с тех пор появляется даже специальный иероглиф, вот как в этой надписи. Вот тут такая ручка. И тут на самом деле написано, что я привез с собой двух женщин и одну руку. Руку. После сражения. Ну, как-то трофеев богатых маловато, одна рука. Но смысл, что вот такой иероглиф появляется в различных надписях, обозначает именно не просто руку, а кисть в виде трофея. Ну и надо добавить, это тот слайд, который я пропущу, что и другие части тела тоже в качестве трофеев в Древнем Египте привозились, по которой можно было еще заодно определить, что это именно мужчины, а не кто-то другой. Вот это тоже рельеф из храма Францесса Третьего. Вот. Ну, перейдем к более приятным вещам. Можно иногда услышать, что различные античные тексты дошли до нас только в списках многократно переписанных рукописях средневековых. Вот уже полтора года назад, по-моему, Михаил Родин выступал у нас на форуме и приводил различные примеры действительно античных папирусов, античных астраконов. То есть документов, действительно дошедших до нас из древности. А вот это целая библиотека. То есть вот это очень крутая вещь. Это вилла папирусов из Геркуланома. Геркуланом вместе с Помпеями завалило в 79 году нашей эры при извержении Везувия. И там нашли почти две тысячи папирусов. Но другое дело, что вот эти папирусы, они стояли такие в корзинах на полках. И когда это все завалило раскаленным пеплом, они все обуглились и превратились в такие спекшиеся, почерневшие свитки. Ну и начиная с того, что, да, раскопки эти проводились, начиная с 1750 года, технология раскопок была далегка, в общем, идеальной. И поэтому они, да, на глубине 30 метров это все находилось. Это все поднимали на корзинах наверх. И эти папирусы в первое время просто выкидывали или даже использовали для растопки. Потому что там было много других вещей. Там 80 бронзовых статуй нашли. Какие там папирусы? Но потом, когда стали понимать, что это действительно ценная вещь, уже стали относиться осторожнее, но пытались разворачивать. И при этом много папирусов погибло. Вот тут даже изображена такая машина специальная, механизм, который был сконструирован, чтобы медленно, миллиметр за миллиметр разворачивать эти папирусы. Часть из них удалось прочитать, большая часть не прочтена до сих пор, много испорчено. Но вот уже в конце 20 века ученые решили все-таки обращаться с ними поделикатнее и стали использовать различные неразрушающие техники. Прежде всего компьютерную томографию. То есть когда они брали свиток этот, делали КТ и уже виртуальную копию пытались разворачивать. Но проблема в том, что КТ плохо показывало, собственно, эти чернила. И там были различные методики, когда пытались надписи выявлять на основании неровностей, таких вот микроскопических неровностей на поверхности этого папируса, оставшихся от чернил. И недавно вот этот вот свиток, который неудачно пытались прочитать в 1986 году, сверху это пример, это не он. А вот снизу вот такие вот кусочки черненькие, это вот то, что осталось от одного из свитков. И его с помощью КТ отсканировали, развернули, и там у них нейросеть, которая обучена распознавать буквы на вот таких вот документах. Пока что удалось прочитать отдельные слова, и там, в частности, встречаются имена Александра Великого и его полководцев Селевка и Кассандра. А вообще вся эта библиотека, еще раз, там больше 1800 папирусов найдено, а сколько-то еще не найдено, ее составил, видимо, эпикурейский философ Филадель. И вот непонятно, почему у философа там какой-то исторический трактат про Александра. Ну вот они будут расшифровывать дальше и разбираться, что же там все-таки написано, о чем этот папирус. Надо добавить, что второй этаж этой виллы не раскопан до сих пор, и там может быть еще одна часть библиотеки. Ну, хочется надеяться, что до него тоже доберутся когда-нибудь. А вот это, ну, более скромная находка, ну, скажем так, ряд находок, но они по-своему интересны. Это Франция, значит, там такое местечко Теруан, где хотели построить сооружение для очистки сточных вод, но перед этим, конечно, провели археологическую разведку и нашли целый ремесленный квартал, который стали раскапывать, значит, там в том числе, например, скотобойня, стекольная мастерская, то есть там печь, а в ней такие капельки стекла и отдельные такие еще стеклянные цилиндры из синего стекла, видимо, заготовки какие-то для производства. А еще интересно, что там канал, вот сзади за этим квартальчиком был канал, а древние ремесленники, они особенно, не заморачиваясь, весь мусор кидали в канал. То есть все, что у них там оставалось, что не получалось, поэтому там нашли, например, кожаные ботинки, чипованные. Вот, там, поскольку там была скотобойня, а где скотобойня, там и кожевенная производство. Там делали обувь, там кожаные ботиночки, вот такие симпатичные, обрезки различной кожи, и просто всякий мусор. Ну, для древних это был мусор, а для археологов это просто счастье. Там какие-то ручки от ведер, багры, ключи кто-то потерял и так далее и тому подобное. Ну, там это все периодически притапливает, потому что там рядом река. Но археологи, тем не менее, рискуя быть затопленными, продолжают это копать. Потому что копаться в древней помойке, это крайне интересно, это для археолога просто счастье. Вот, а это снова Египет в Саккаре. Несколько лет назад нашли рядом с пирамидой Униса бальзамировочную. То есть вот это было место, где проводилась работа с телами умерших, из них там делали мумии. Это где-то седьмой век до нашей эры, 26-я династия. Там несколько камер. Камера, собственно, где делали мумии. Ниже такая шахта идет, и на глубине 30 метров там погребальные камеры. И самое интересное, там есть тайничок. А в тайничке стояли вот такие всякие горшочки и мисочки со всевозможными снадобьями, которые использовались при мумификации. И что особенно круто, многие из них подписаны. И даже на них написано, зачем. То есть это вот для головы, это для рук. Это, значит, натирать пятки, условно говоря. То есть инструкции прямо на этих сосудах. А внутри сохранилось, в том числе в некоторых, кипящие капельки такого, видимо, кипевшего содержимого. А мы, конечно, многое знаем, ученые многое знают про мумификацию, но далеко не все. Потому что, во-первых, она там сильно менялась, технология эта была довольно сложная. А кроме того, даже когда есть тексты, там не всегда можно название каких-то снадобий связать с чем-то известным нам. Вот здесь это возможно сделать. И там прямо такая замечательная статья подробная с рецептами. И, ну, например, выяснилось, там вот есть такое зелье, которое у нас антиудумали, что это просто мира. А оказалось, что это вот кедр, выживельник, животный жир, это все вместе смешивали. Ну, надо, конечно, добавить в этой мастерской конкретной. Потому что не исключено, что в разных местах и в разное время были разные рецепты. Но вот тут им удалось это реконструировать. И кроме того, что интересно, что большая часть этих компонентов импортная. То есть они из-за пределов Египта, в том числе даже из Индии что-то привезли. Потому что там есть смола каких-то растений, которые растут только в Юго-Восточной Азии, где-то вот там. Соответственно, речь идет о такой глобальной торговой сети, которая включала в себя Египет и Индию в 7 веке до нашей эры. Очень так современно это выглядит. Вот. А теперь вот это такой несвежий пример. Во многих смыслах он несвежий. Но просто когда мы говорим про реконструкцию, например, мумификации, то можно представить, что такие опыты проводили на кроликах или на овечках. И действительно проводили на кроликах или на овечках. Но и был опыт, когда в качестве объекта использовали реально тело живого человека. Вот этот, нет, это не он, не его тело, а он проводил этот опыт. Вот Боб Брайер, такой египтолог из США, который реально решил устроить настоящую мумию. Для чего он раздобыл тело? То есть это был действительно пожилой человек, который завещал свое тело науке. Ну, он раззавещал, вот, пожалуйста, тогда ложись, значит, на стол. Они оборудовали по всем правилам бальзамировочную мастерскую. Вплоть до того, что они омывали стены пальмовым вином и произносили нужные заклинания. Все же должно быть по правилам. Значит, Драйер лично ездил в Египет, где добывал натрон. Это такая особая соль, которая использовалась при мультикации. Там 300 килограмм этого натрона он привез. Каких-то различных тоже зелий, масел он купил там на местных рынках. Привез. И дальше вот они все это проделали. Причем они столкнулись с различными трудностями. Потому что, допустим, что делать с мозгом, это было написано у Геродота, что мозг как-то вытаскивали через ноздрю. Но как? И они пробовали сначала на других человеческих головах, значит, но они когда какие-то штучки засовывали в нос, мозг не желал вытаскиваться, не хотел. В итоге они сделали такой крючок проволочный такой, и как миксер, значит, они его ввели туда, мозг взбили, значит, до состояния такого смузи, а потом, значит, голову наклонили, и он сам вытек. То есть вот они фактически заново открыли этот способ. Драйер говорил, что многие до меня об этом писали, но, в общем, они не понимали, о чем они. Вот мы теперь поняли. Короче говоря, они провели всю эту процедуру 70 дней, ну, как положено. То есть сначала, значит, месяц, тело это у них пролежало, органы отдельно поместили, естественно, в канопы, как положено. Потом, значит, обмотали все это бинтами, произнося тоже молитвы нужные. Вот единственное, что у них в конце не получилось, да, тело там, я не помню точных цифр, у нас будет еще, мы хотим видео про это сделать, то есть тело там стало легче процентов на 80, по-моему, то есть оно усохло, из него вся влага ушла, и оно стало выглядеть действительно, как настоящая мумия. И когда в конце они хотели, как полагается, скрестить руки на груди, а руки-то уже не сгибаются, то есть они поняли, что это надо было делать сначала. Сначала их скрещивать, а потом уже вот эту мумификацию проводить. Ну, в следующий раз они будут умнее. Ну, правда, это был опыт в 1994 году, с тех пор вроде они такого не повторяли, насколько я знаю. Мумию эту поместили в музей, и там она лежит с 1994 года, прекрасно себя чувствует. То есть, ну, как мумия. И там были шутки на этот счет, что Осирис был очень удивлен, когда спустя почти 2000 лет к нему, значит, новый клиент пришел. А еще больше, наверное, сам этот безымянный господин был удивлен. Зато сейчас он с Осирисом, значит, они там пьют вино. Вот, такая замечательная история. Вот это настоящая реконструкция. Значит, продолжая разговор про Египет, вы наверняка слышали про полости, что там нашли полости в пирамиде Хеопса. На самом деле их нашли еще в 2016 году, но сейчас просто их дополнительно исследовали. Короче говоря, это такая технология под названием мионографии. Ну, физики расскажут, что такое мионы лучше, чем я. Вот, ну, это такие элементарные частицы, которые, значит, образуются где-то в верхних снах атмосферы. И потом, значит, они пронизывают атмосферу и пронизывают в том числе скальные толщи. Хорошо, что вот их свойство, что они проходят через скалы и через массивные каменные сооружения тоже проходят, при этом отклоняясь как так или иначе. И, значит, получается такой как бы рентген той же пирамиды. Но единственное, что там должна быть очень большая выдержка, потому что это частицы редкие. И чтобы получить картинку, нужно ждать. Ну, представьте себе, значит, фото, когда фотоаппарат стоит там полгода. Вот, и здесь они реально там несколько лет проводили эти исследования. Притом там отдельно японцы, отдельно французы. Разные технологии, разные варианты этой мионографии проводили. Вот в 2016 году они сообщили, что нашли две полости. Вот одна, я уж ладно покажу, хоть это нехорошо на экране показывать. Вот это большая галерея, а над ней вот такая вот большая полость. А еще одна полость поменьше, которую они назвали Северный коридор или Коридор Северной стороны. Это такая какая-то вот неоднородность, которая находилась над Северным входом. То есть это тот, что называется Шеврон, значит, на пирамиде Хеопса с северной стороны. Видны такие два блока, ну, два ряда блоков домиком, вот, где когда-то находился вход. Сейчас он закрыт, вот. Но вот они сосредоточились на изучении вот этого коридора, ну, хотя бы потому, что до него проще добраться. И теперь, значит, были дополнительные исследования проведены, в том числе с помощью еще и ультразвука и георадара электромагнитного. Там еще участвовали американцы с немцами. Значит, они получили подробную структуру этого коридорчика, что он глубину 9 метров, что у него такая вот двускатная крыша, как, в общем, у различных полостей, допустим, в пирамидах, гробницах Древнего Царства. Они не делали, они не умели делать свод, они делали вот такую вот из двух блоков домиком крышу остренькую. Вот, и самое главное, что в итоге они предложили сначала Египетскому министерству древности туда просунуть камеру, что они нашли местечко, там между блоками они просунули тоненькую трубочку металлическую, в нее ввели зонт, на конце которого находилась камера, и 2 марта, в день моего рождения, они устроили такую пафосную презентацию, собрали журналистов, и, значит, в реальном времени они туда ввели этот самый зонт с камерой, и все увидели впервые за 4 тысячи с половиной лет внутренность этого помещения. Кстати, там можно увидеть при этом, и вы можете найти видео и фотографии, видите, там туристы сверху. Туристы продолжают себе по билетам заходить в пирамиду, даже не догадываясь, что тут происходит при этом. То есть пирамиду не закрывали, ну, деньги-то не хочется терять, вот. Ну, ничего особенного, ну, коридорчик и коридорчик, то есть саркофага, мумии, золота там нету. Более того, он, похоже, ни с тем не сообщается. То есть это какая-то техническая полость, ну, возможно, что-то вроде разгрузочной камеры над входом, чтобы на него слишком не давило вот эта каменная толща. Но, тем не менее, просто сам факт, что впервые за 4 тысячи с половиной лет человек туда заглянул, причем без динамита, не вскрывая вот это все, силой разума, значит, люди туда заглянули, согласитесь, это круто. А сокровище – это уже дело второе. Вот теперь совсем свежее исследование, которое вышло буквально неделю назад, другого рода, но тоже очень крутое. Значит, смотрите, это могильник неолитический во Франции, значит, называется Гюргии-ле-Нуаза. Там 128 погребений, которые примерно 6700 лет назад были, значит, там, появились там, в этом месте. Там жили какие-то древние земледельцы, потом они оттуда ушли, а теперь туда пришли археологи, нашли этих людей, и из них, из всех постарались вытащить ДНК. Само по себе это уже никого не удивляет, древняя ДНК есть гораздо на порядке более древняя, но здесь они взяли просто со всех, с кого могли, более 90 человек, и, значит, по митохондриальной ДНК, по Y-хромосоме, построили их родословную, и получили две такие родословные, как бы два клана, один, причем, значит, длиной в 7 поколений, другой длиной в 5 поколений, и у них есть отец-основатель. То есть мужчина, который является прародителем их всех, вот он, но если вы думаете, что это он, нет, вот он внизу. То есть это женщина какая-то, а он, это единственное вторичное погребение, то есть его подхоронили к женщине, причем видно, что скелетик уже был такой потрепанный, но они рассуждают как? Эти люди пришли на новое место, они принесли с собой своего предка и его перехоронили на новом кладбище с какой-то женщиной, но, к сожалению, у женщины этой ДНК получить не удалось, но там лежат его два сына, и оба сына в самых больших могилах в этом некрополе. Вообще там, судя по всему, наследование было по мужской линии, и там патрилокальность, то есть они посмотрели, что мужчины все в основном друг к другу родственники, а женщины все друг к другу не родственники, причем они, видимо, из разных мест приходили, то есть жен они брали себе из других общин, и кроме того, своих детей они тоже, так сказать, рассылали, то есть там очень мало женщин старше 15 лет, которые являются дочерьми вот этих людей, то есть примерно в 15 лет они, значит, выдавали дочерей куда-то замуж, видимо, в другую общину. Кроме того, они у всех посчитали, посмотрели пигментацию, то есть какого цвета были волосы, глаза, кожа, и на этой реконструкции, кстати, они постарались это учесть, и тут видно, что они были разные, то есть там были рыженькие, темненькие, светленькие, но это как раз соответствует тому, что вот они активно обменивались генами с соседями, вот, и кроме того, интересно, что у них там было много детей, причем многие дети доживали до зрелого возраста, там есть у кого-то по 6 взрослых сыновей и дочерей, соответственно, видимо, они хорошо кушали, ну и не так, чтобы уж прямо нырли, как мухи, вот, но почему-то через 100 лет они оттуда ушли, то есть вот это все примерно 100 лет занимало вот этот период их жизни, а потом, видимо, они ушли и оставили только своих погребенных детишек. Ну а теперь пришли ученые, и, значит, вот мы узнали, наверное, даже некоторые детали, которые они сами о себе не знали, что, в общем, довольно забавно. Да, на этого предка великого мы посмотрели. Вот, а теперь от людей мы перейдем к нематодам. Это тоже недавняя совсем публикация, причем это российские ученые. Нематоды – это такие круглые черви, тип круглых червей, их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известны, но они очень крошечные, по миллиметру длиной в основном, но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. И вот на Колыме, в вечной многолетней мерзлоте, нашли, ну, на самом деле взяли образец еще в 2002 году. Это образец, причем это древняя нора арктического суслика. Там, значит, склон, который такой обнажился, открылись вот эти многовековые отложения, никогда не отмерзающие. И на глубине 40 метров там такая на поверхность выходила нора. Вот они взяли прямо камеру этой норы целиком, замороженную, прямо замороженную отвезли в лабораторию, там хранили, а потом они оттуда из сердцевинки взяли образец, поместили его в питательную среду, и через некоторое время там появились нематоды, которые стали спокойно размножаться. Их там уже сто поколений. Вот. Они исследовали ДНК этих нематод и описали по ним новый вид, panagrolaimus kalymalensis, то есть колымская такая нематода. Вот. И они сделали радиуглерод, правда, увы, не самих нематод, а каких-то органических останков растительных из этого уже образца, и получилось 46 тысяч лет. Из чего они делают вывод, что вот в 46 тысяч лет нематоды пролезали в вечной мерзлоте, потом оттаяли, и спокойно все размножаются. Причем им же особенно круто, потому что они партеногенетические. Им даже партнера искать не надо, она оттаяла и сразу размножается. Это вообще... Если это подтвердится, важная оговорка, если это подтвердится, то это некая новая перспектива для эволюции. То есть представьте себе, что некий вид вымер десятки тысяч лет назад, но потом его индивид какой-то, особь оттаяла, и дает начало новой популяции. У них же там еще и горизонтальный перенос генами происходит между видами. Все у них хорошо. Некоторое время назад была аналогичная публикация про калавратку из этой же вечной мерзлоты. Вот там ей 24 тысячи лет. А теперь вот 46 тысяч лет. Вот единственное, что я общался с коллегами-биологами, которые такие говорят, что надо еще как-то доказать все-таки, что она туда запрыгнула не потом. То есть они, конечно, доказывают, что это никогда не отмерзало, что они из самой глубины взяли этот замороженный образец. И понятно, что они все предосторожности соблюли, чтобы не было загрязнения, но вероятность загрязнения все равно всегда есть. Поэтому, конечно, подождем еще каких-то новых аналогичных результатов, но согласитесь, что это очень круто. И там они дальше исследуют, что как она вот, что она как-то сначала, у нее там какие-то генетические особенности, она сначала себя высушивает, а потом замерзает. То есть ей важно избавиться сначала от влаги, чтобы вот клетки у нее не развалились при замерзании. Вот какой-то там механизм такой реализуется, очень хитрый для этих нематод. Ну, может и для людей пригодится когда-нибудь. Вот, значит, возвращаясь к людям, есть такой относительно новый, что ли, археологический объект, который называется амоглиф. Амоглиф. Это, знаете, вот когда вы сидите на пляже и, значит, на мокром песке пальцем или палочкой что-нибудь там такое рисуете. Ну, конечно, с высокой вероятностью дальше приливом это все смоет навсегда, но есть некоторый шанс, что не смоет, и этот песок почему-то засохнет, сохранит ваши вот эти каракули, а потом его засыпет сверху другим песком, потом еще, еще, еще. И на десятки тысяч лет ваши вот эти автографы, значит, каким-то образом сохранятся. Вот, значит, в Южной Африке, это самое южное побережье, мыс Доброй Надежды, там стали находить различные отпечатки ног животных, прежде всего, в том числе отпечатки ног людей и вот такие вот амоглифы. Там песчаниковые такие скалы, вот они в результате выветривания разрушаются и обнажаются в старые слои, а на них по каким-то геологическим причинам сохранились вот эти следы. Причем в некоторых случаях, что интересно, это оттиск, это выпуклый оттиск следов, то есть сохранился не сам слой с следами, а тот, который был над ним, как бы такой негатив. Причем иногда это на потолке пещер, такие выступающие следы. А вот здесь, кстати, пример, когда сохранился и негатив, и позитив, то есть вот там скала, на которой там типа 30 следов человеческих, а внизу валяется песчаниковый блок, на котором вот сами эти следы, а сверху слепок остался. Вот, судя по всему, люди там бежали трусцой по пляжу, несколько человек, ну, может, искупаться захотелось. Вот, в других случаях, это, например, вот такие вот художества, то есть это, по-моему, самое крутое, причем там плохо видно, но там есть отпечатки коленей, то есть он встал на колени, он вот так вот нарисовал и еще поставил в центр точечку, то есть такой кружок. Зачем он это делал, мы не знаем, но вот это было порядка, в данном случае, 70 тысяч лет назад, то есть они еще эти все памятники датировали с помощью термолюминесценции. Метод позволяет определить время прошедшего с момента, когда песчинки кварцевые в последний раз освещались Солнцем, то есть до того, как это было все захоронено, и датировки там от 70 до 150 тысяч лет. Причем это не разброс дат, а это разные памятники разного возраста, вот, вплоть до 150 тысяч лет, и авторы гордо говорят, что это самые древние следы Homo sapiens, которые вообще когда-либо были найдены. Ну, хотя на самом деле, строго говоря, мы не знаем, были ли это Homo sapiens, они чисто по датировкам предполагают, что это sapiens, и так-то по следу ты не отличишь sapiens от какого-нибудь другого гоминина. Теоретически это могли быть какие-нибудь Homo naledi такие, припозднившиеся. Но, скорее всего, конечно, да, наши предки. Вот теперь не про предков, а тоже про тупиковых парантропов, но здесь интересная вещь, связанная с тем, что вот исследования ДНК, которые, конечно, там всех потрясли потрясли в свое время, они в основном происходят из северных широт, потому что, конечно, сохранность ДНК сильно зависит от условий, от температуры. Где жарко, там ДНК быстренько разваливается, но помимо ДНК есть еще различные там белки, некоторые из которых более устойчивы. Например, там коллагены и, например, протеины, которые содержатся в эмали зубов. И, соответственно, сейчас развивается палеопротеомика, то есть можно же ДНК читать, а можно непосредственно... В ДНК закодированы аминокислотные последовательности белков. А можно сами эти аминокислотные последовательности попробовать прочитать. Вот. Что они и делают. И в некоторых случаях успешно. То есть были уже исследования палеопротеомов из Испании, этих хомоантецессор, из Дмониси, вот этих человека грузинского, Денисовскую челюсть, между прочим, которую нашли в тибетской пещере Байшия, описали по протеому. И вот они взялись за парантропов. Значит, это южноафриканская пещера Свардкранц, из которой происходит вообще крупнейшая коллекция останков парантропов. Их там челюстей, черепов, зубов. Парантропы, напомню, что это такие были массивные австралопитеки с очень большими мордами, крупными зубами. И они как бы параллельно нашим предкам хомо существовали. То есть считается, что хомо были такие более сиядные, парантропы более специализированные, растительноядные. Где-то миллион лет назад они вымерли. Их было несколько видов. Вот это южноафриканский, парантропус робустус. И вот что интересно, что поскольку их там нашли много, то видно, что они очень разнообразные. И это пытались объяснить. Например, ну может быть у них было, как у горилл, сильный половой деморфизм. То есть самки были мельче самцов, заметно. А может быть это хроновиды, то есть просто одни древнее других. Не всегда это можно сказать. Вот здесь они взяли четыре зуба из одного слоя, то есть примерно одновременно, синхронные друг дружки. И из них получилось выделить остатки белков. Значит, поэтому, во-первых, определили их пол. Это методика, которая используется, кстати, в криминалистике. То есть есть белок амилогенин, у которого есть два варианта на Х и на У хромосоме. Соответственно, потому какой вариант этого белка определяют, что это самец или самка. И там получилось как раз два самца, две самки. Обратите внимание, что другими способами это сложно определить. И не всегда, то есть по размеру зубов можно. Вот там был мелкий зуб, они думали, что это самка. Оказалось, что это небольшой самец. Вот, во-первых. А во-вторых, они, конечно, взяли эти вот аминокислотные последовательности и сравнили с современными ископаемыми людьми, то есть неандертальцами, с денисовцами и со всякими человекообразными обезьянами. Ну и макаку заодно взяли. Вот. И получилось, как бы, кто бы мог подумать, что парантропы оказались ближе к хомо, к людям, чем к любым другим приматам. Ну, в общем, что было более-менее очевидно, но это сейчас было показано, впервые на молекулярном уровне. Не на уровне сравнения строения зубов, а впервые на молекулярном уровне, что очень круто. Но еще обратите внимание, вот там эти четыре парантропа, четвертый, желтенький, он слегка так в стороне от них. Он от них все-таки отличается. То есть вот у него один вот этот вариант аминокислоты, другой. И, соответственно, они предположили, что это была какая-то отдельная группа парантропов, немножко сама по себе, может быть, там на уровне подвида, которая, кстати говоря, и по строению вот этот зуб, это как раз вот тот самый небольшой самец, то есть он какой-то был такой своеобразный, по строению он больше похож на парантропу из другой известной пещеры, Кромдрай, которая там же находится недалеко. Соответственно, вот они говорят, что нет, это не половой деморфизм, это не самцы и самки, а, видимо, это все-таки разные популяции этих парантропов. Но теперь это надо изучать более тщательно, может быть, постараться получить более длинные вот эти аминокислотные цепочки, а также, конечно, вот о чем, например, я вообще просто молюсь, жду, когда они то же самое сделают для других австралопитеков и ранних хома. Там же такая чехарда систематическая, там куча разных видов, спорных, сомнительных видов, хорошо бы с ними разобраться. И, может быть, с помощью вот этих протеомов они с ними наконец разберутся. В том числе, может, мы узнаем, кто все-таки наш прямой предок, а кто не совсем прямой. Я, может, и не разберемся. Но я надеюсь. Вот, значит, я уже упомянул сегодня южноафриканских хомоналеди. На самом деле, это вот такая, типа, если говорить про находку века прямо, вот эти хомоналеди, это находка 21 века, но уже почти 10 лет назад они были описаны, эти удивительные, такие архаичные, маленькие, мелкомозгие человечки из Южной Африки, которые жили всего 300 тысяч лет назад, они известны по многочисленным скелетам, найденным в системе пещер Rising Star, значит, полеантропологом Ли Бергером. Там их реально тысяча этих костей, соответственно, десятки индивидов разных полов, возрастов в нескольких камерах. Ну и самое удивительное, что вот они в глубине пещеры, причем, значит, вот эта камера Диналеди, где их нашли впервые, туда надо пролезать по узкому длинному лазу, куда сам Ли Бергер пролезть не смог, потому что он такой большой мужчина, и он специально через Фейсбук набирал худеньких спелеологов, чтобы вот туда их запускать. В итоге он похудел на 20 килограмм и пролез-таки туда. И у него была цель. Вот, пещеру-то не обманешь, да, это я просто там слегка, костюм полнит меня. Нет, пещеру не обманешь. Вот, значит, и теперь, значит, в декабре он выступил на пресс-конференции, он любит всех так шокировать. Ну, вопрос-то главный был, как эти кости туда попали, потому что на костях следов каких-то плотоядных животных нет. Вроде, как бы какие-то водные потоки там тоже не проходили, и каких-то других отдельных входов в эту пещеру нет. То есть, дальше Ли Бергер просто, значит, рубанул с плеча это погребение, то есть, они их туда сами принесли и там их сложили. При этом освещали себе путь факелами. То есть, вот какие-то существа с мозгом 500 кубических сантиметров, 300 тысячных ног, освещая себе путь факелами, значит, таскали своих покойников в какую-то пещеру. Ну, бред. Вот, теперь, значит, в августе, в декабре он заявил, что нашли такие следы факелов. То есть, они нашли там копоть на стенах, нашли вроде бы очаги, какой-то уголь в этих пещерах. И он обещал в течение месяца, он об этом тоже в свойственном манере выступил на какой-то пресс-конференции и сказал, в течение месяца будут подробности, но никаких подробностей не последовало. Зато примерно через полгода вышло сразу три статьи о том, что они нашли погребение Комона Леди и нашли еще и художество Комона Леди. Ну да, у меня написано, так что интриги не получилось. Значит, там просто они нашли три ямы в этих пещерах, и он доказывает, что ямы эти искусственные, то есть там действительно не просто валяются кости, а там такое углубление, это видно по характеру собственно породы, и внутри этой ямы отложения перемешаны, то есть там вокруг они слоями лежат, тут их последовательность нарушена, сами скелеты сочлененные, то есть это не куча костей, а там ручки в анатомическом положении, и вот по позе судья, значит, они доказывают, что это было быстро засыпано, то есть это не упал случайно туда этот человечек, а потом постепенно его засыпало, они его туда положили и быстренько закидали, и таких погребений они нашли там три, вот, одно они прямо целиком вырезали в трех блоках залитых гипсом, и сделали компьютерную томографию, нашли там орудие, первое, вот оно вот такое вот орудие, первое вообще орудие, найденное в связи с этими хомоноледи, потому что там орудий-то никаких не было, и нашли художество, то есть вот в таком предбаннике перед этой камерой, где, собственно, вот эти кости, большая такая стоит колонна, естественно, а на ее сторонах гравировки в виде хэштегов, то есть там такие пересекающиеся линии в большом количестве, вот, они отдельно их там детально исследуют и утверждают, что, значит, вот хомоноледи, у них там был какой-то погребальный культ, они туда носили своих покойников, тут же чего-то рисовали на этих стенах, вот, но, конечно, конечно, это надо вообще доказывать, то есть самое главное, датировок вот этих изображений нет, то есть он, конечно, ну, авторы статьи намекают, что, а кто еще, никаких других следов человеческих в этих пещерах не найдено, кто же еще, конечно, хомоноледи, но строго говоря, это надо доказывать, вот, тем не менее, действительно круто, да, где орудия, то есть чем они копали ямы, вот это вот одно единственное орудие сомнительное, которое они там нашли, чем они копали яму, вот, по идее, там, следовало ожидать бы больших следов культуры, если действительно она у них была, но, короче говоря, пока ждем, но продолжая про гравировки, вот уже более бесспорная вещь, значит, это пещера Ларошкатара во Франции, значит, в которой нашли вот такие интересные следы, а там дело в том, что стены пещеры в силу каких-то тоже геологических особенностей покрыты таким рыхлым налетом, если вот так проводить пальцами, он проминается и остаются такие вот канавки, и там все стены вот в этих канавках, кто-то вот так вот, видимо, водил пальцами, а пещера была запечатана, засыпана, и датировки показали, что вот это отложения эти, которые засыпали пещеру, сформировались 57 тысяч лет назад, никаких следов, кроме неандертальских орудий в этой пещере не найдено, и авторы доказывают, что вот 57 тысяч лет назад она была запечатана, эта пещера, и до сих пор ее никто не открыл, пока туда не пришли археологи, соответственно, вот эти следы оставлены неандертальцами, зачем, ну, кто же их знает, зачем, факт, что вот, видимо, им, может, это просто нравилось, а вот уже, это уже наши, ну, прямо наши друзья, то есть, это экспедиция в Хатылево, как раз, кстати говоря, там был Дробышевский в этот момент, к сожалению, меня не было, я туда не смог поехать в этом году, значит, о чем очень сожалею, потому что вот буквально 10 дней назад на этом памятнике в Брянской области нашли косточку с граммировкой в неандертальских слоях, памятник неандертальский, там вообще находят много костей, животных, мамонтов, в том числе каких-то лошадей, вот, а это кость, кстати говоря, непонятно чья, возможно, мамонт или носорог, но самое интересное, что на ней обнаружили вот эту гравировку, причем увидели ее только когда кость принесли в лабораторию и там очистили, потому что она вся была покрыта суглинком, и обратите внимание, что вот эти такие пятна марганца, они прямо на донышке этих царапин, из чего следует, что это все-таки не студенты ножиком чиркнули во время раскопок, а эти царапины древние, вот, ну, там еще некоторые характеристики этих царапин свидетельствуют о том, что их оставили по свежей кости, а не по высохшей, вот, и вот теперь уже наши коллеги там под разным углом фотографировали, освещали, на айфоне там резкость поднимали и увидели в итоге, что это вот такие два зигзага как бы и грустный смайлик, вот, что это значит, уже тут появились версии, это карта или это календарь, значит, ну, короче говоря, неандерталец что-то процарапал, это факт, зачем, мы, наверное, не узнаем никогда, вот, будем ждать теперь публикации, потому что пока что это только вот фотография появилась и краткий текст для для пресс-релиза, вот, значит, а вот это тоже не совсем новость, потому что находка это сделана, пару лет назад, но она очень крутая, то есть вот эту мумию щенка, нет, не пару лет назад, в 2012 году нашли вот эту мумию щенка в Якутии, значит, назвали его тумат, там растаяла вечная мерзлота и он, значит, оттуда вылез, там, кстати, и вторая мумия есть, но про нее меньше пишут, значит, а у этого тумата сохранилось содержимое желудка и в содержимом желудка кусок шкуры, вот, думали, что это шкура пещерного льва, судя по его цвету, но когда сделали анализ ДНК, оказалось, что это носорог, причем радиоглеродный анализ показал, что этот щеночек жил примерно 14 тысяч лет назад, а носороги-то вымерли примерно 14 тысяч лет назад, то есть, это был один из последних шерстистых носорогов, которого, значит, съел этот щенок, но правда, вскоре после этого он помер, потому что кусок не переварился, значит, он быстренько помер, почему помер, не знаем, вот, и там разные версии, может быть, они нашли дохлого носорога, может, это была уже домашняя собака и охотники ему дали, никто не знает, но это впервые в истории науки, значит, нашли часть животного одного вида в желудке животного другого вида древнего и определили с точностью до вида, кого он съел. И качество митохондриальной ДНК там оказалось настолько хорошим, что они использовали ее, ну, не они, другие ученые, которые занимаются исследованием шерстистых носорогов, использовали эту митохондриальную ДНК в исследовании популяции шерстистых носорогов причины их вымирания, какая у них была численность, там вот эта митохондриальная ДНК куска шкуры из желудка этого вот тумата фигурирует вместе с другими ДНК шерстистых носорогов, что, наверное, очень круто. На самом деле, я как-то очень быстро вам рассказал про все 17 исследований, а сколько времени прошло? Представляйтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Елена, я сама биолог, поэтому мне очень была интересна ваша лекция, и я хотела бы немножко подвести к, возможно, 18-му открытию. Возможно, скорее всего, вы знаете про Нобелевскую премию, которая была получена в 2022 году шведским ученым, как раз кипалиогенетикам Сванды Пааба, за расшифровку ДНК денисовцев и некоторых представителей неандертальцев. Не могли бы вы рассказать суть данного открытия, какую пользу это принесло нашему обществу, за что сама Нобелевская премия была получена? Там была на самом деле более расплывчатая формулировка за исследование эволюции древних гоминин на уровне генетическом. Значит, слушайте, была куча комментариев от генетиков, вот как раз, когда была вручена эта Нобелевская премия, ну, начала бомбить, так сказать, некоторых людей, потому что, а почему не за медицину, это же по медицине, как бы физиологии, а какая польза вообще? Я понимаю, там, рак, допустим, там, как-то лечат, жизнь продлевают, или там, какими-то сердечными болезнями борются, а здесь, вот, вроде какая-то вещь отвлеченная. Вот, поскольку я вообще далек от Нобелевской премии, я могу сказать только, что там, во-первых, ну, вообще сама палеогенетика, это революция палеоантропологии, насколько она вообще, насколько вообще все это к практике человеческой относится, это философский вопрос, потому что, ну, зачем нам нужна история, зачем нам нужно искусство, например, вот, то есть, ты на хлеб не намажешь, но вообще людей издревле волнует, откуда мы, то есть, может быть, одна из задач человека, как вида, выяснить, откуда он взялся, вот, во-вторых, понятно, что вот эти технологии, которые, вот, по обои его команды, понятно, что он не один, там, огромный коллектив, они развивались с 80-х годов 20-го века, они произвели революцию вообще в методике работы с образцами, их очистки, их хранения, и, там, прочтения, интерпретации, вот это все, то есть, там реально, ну, такие космические методы, которые теперь гораздо более широко используются и в криминалистике, и в медицине, вот, и, ну, естественно, есть некий вклад, об этом были комментарии медиков, кстати говоря, ну, вот, мы сейчас хотя бы даже посмотрели на эти циркадные гены, наверное, это может пригодиться и в медицинских целях, знание вот этих генетических вариантов, откуда они у нас взялись, вот, и таких исследований сейчас много, все это невозможно без Паабо, вот, но, на мой взгляд, не всегда стоит искать прямой практически выхлоп, а просто это очень важный мировоззренческий вопрос, и вклад тут переоценить невозможно, Сонте Паабо. Кстати говоря, еще лет 10 назад, даже больше 10 лет назад, когда мы, еще вот, как бы только антропогенез появился, и мы делали такой клуб антропогенез в Дарвиновском музее, туда приходили ученые разные просто выступать, Мария Борисовна Медникова, один из наших крутейших антропологов, она сказала, рассказывала тогда про эти исследования и сказала, будущий Нобелевский лауреат Сванг Паабо, это было в 2011 году, вот, то есть уже тогда ждали, что будет. Так, вот там, наверное, есть вопросы с чата, нет? Да, пожалуйста, тогда. Спасибо большое за лекцию, у меня такой вопрос, вот, насколько я понимаю, и человек, и животные испытывают эмоции, но вот чувства уже испытывает только человек, вот на каком этапе у человека появились чувства, и зачем вот с точки зрения эволюции они ему понадобились? Это вопрос к этологам, у нас было выступление, я думаю, что у таких животных тоже с чувствами все в порядке, это, как это у вас такое искусственное деление чувства, эмоции, но если вы уколете, чувства, вы понимаете, чувства, чувства боли, там, чувства холода, чувства страха, страха, разве животные не боятся? Потому что там соответственно эмоции, то есть животные не страдают, там не сцепляют, Почему? Человекообразные обезьяны хорошо помнят, например, своих обидчиков. Есть примеры, там различных, там шимпанзей, горилла, горилла Ку-Ко, это, конечно, такое полуанекдотическое свидетельство, рассказывало про то, как убили браконьера, убили ее мать. Она это помнила. Поэтому, как бы, ну, в соответствии с тем, что Дарвин все время писал, такой стены между человеком и животными нет. Обычно это количественное, а не качественное различие. Но это вопрос к этологам, не совсем ко мне. Пожалуйста. Так, давайте вот туда дадим микрофон, а потом вернемся сюда. Добрый вечер. Спасибо за лекцию, Николай. Вопрос касается рук и Египта, естественно. Вам не кажется, что это может быть просто финансовая отчетность перед наемниками? Наемники уже существовали. Отчетность финансовая в Египте была вполне себе развита. Ну и, соответственно, те иероги, которые вы тоже показали, это тоже вполне себе у царя враг. От врага ему привезли. В каком-то смысле да. Потому что просто у нас есть текстовое свидетельство, где говорится о том, что за эти руки они получали золото, землю, наложницу. Соответственно, да, чем больше рук принес, тем больше получил. Там есть большое количество документов, причем там в некоторых случаях речь идет о тысячах этих рук или сотнях, других о десятках или даже вот на погребении вот этого вот какого-то воина написано, что он одну руку принес, но тоже все равно. Хоть одного врага он убил и отчитался. В каком-то смысле да, это нужно было для учета. Они считали по этим рукам сколько врагов повержено. И смысл в том, что еще даже если этот враг жив, ему сложнее будет потом воевать без руки. Поэтому там есть версии, что они уже выход отрубали, иди гуляй. Вот. Да, да. Вот. Пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Тоже вопрос именно больше к лекции относящийся. Какое из перечисленных открытий для вас самое интересное, как вы считаете, именно, которое вы нам презентовали? Ну, там, конечно, если посмотреть на них вот так вот строго, они разного уровня. То есть некоторые действительно сенсационные, революционные, другие, ну, такие интересные штрихи. На самом деле вот это родословные неолитических людей на меня произвело очень сильное впечатление. Хотя понятно, что это какого-то переворота нету в науке. Ну, или вот эти парантропы. На самом деле это очень круто, хотя это не совсем очевидно на первый взгляд. И именно в публикации самой говорится, что это потенциальный переворот, потенциальный переворот в палеоантропологии. Но сейчас этого будет больше, и это действительно позволит нам на новом уровне выяснять эволюционные связи всяких древних пеминин. То есть мы перешагнули через 2 миллиона лет. Вот этим, я не сказал, по-моему, парантропам этим, им 2 миллиона лет. По идее, шансов найти там ДНК, тем более это Африка, практически нулевые шансы. А вот зато какие-то вот эти белковые остатки у них есть, и можно с этим работать. Вот это очень круто. Александр, огромное спасибо, меня зовут Анастасия. Вот вы знаете, когда я училась в школе, жизнь была очень проста. Мы знали, что вот у нас есть Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, а потом вдруг вот мы такие красивые идем. а потом, когда интереснее стало, стала копать, зашла на замечательный антропогенез, понабежали какие-то всякие разные персонажи, типа там тех же самых денисовцев, Homo lady и все остальные. И скажите, пожалуйста, как в этой чехарде можно разобраться, от кого же все-таки в итоге мы произошли? Вот Homo sapiens, он откуда пошел? И какие отношения связывали их с теми, другими видами, типа там кромандионцев и всех остальных? И отсюда следует же второй вопрос. Вам не кажется, что чем больше мы копаем, тем меньше мы знаем? Чем больше информации мы получаем, тем больше мы запутываемся? Ну, во-первых, да, во-первых, в школьных учебниках вот эта вся простота, она осталась и сейчас, то есть там пятикан, австралопитек, пятикан, троп, неандерталец, кромандионец, марш прогресса так называемый. Во многих книгах это до сих пор есть, и это понятно, потому что детям надо все-таки по-простому как-то объяснить. И вот если даже мы с вами не можем разобраться, что говорить о школьниках? А это вообще в науке везде так, то есть с развитием какого-то знания мы переходим от более простых моделей к более сложным. Это проблема. Это проблема еще и популяризации этого знания, потому что на самом деле сложные модели ближе к реальности, а для обывателя это кажется, что нам морочат голову. То есть я постоянно это вижу в комментариях. То есть если человек что-то не понимает, значит он подозревает, что его дурят. Вот. Ну, значит, надо попробовать все-таки разобраться. Тем более там не такая уж схема, это не квантовая физика. У нас дерево на сайте висит, но правда уже немножко устарело. Кто там с кем и чего. Тем более, что это еще добавляет нам сложности, когда мы выяснили, что они скрещиваются. То есть эволюционное дерево это не только расходящиеся веточки, но и сходящиеся. То есть они могут снова гибридизироваться и это, судя по всему, скорее правило, чем исключение. Потому что вот пока не было вот этой палеогенетики, это вот на вопрос что нам там добавила палеогенетика. Пока ее не было, все было красиво. Такое дерево, вот тут у нас неандертальцы, тут сапиенсы, там у нас австралопитеки всякие разные. Вот значит от афарского австралопитека хабилис, от хабилиса эректус. А когда стали читать древние геномы и не только людей, а других ископаемых всяких животных, выяснилось, что они там постоянно все митисируют друг с дружкой. Поэтому там вот такая каша. И судя по всему, в некоторых случаях, может быть во многих случаях, сказать, что конкретно вот это предок, а это не предок, нельзя. Потому что это неандертальец. Вроде как бы он не предок, предков может быть много. И то же самое у австралопитеков. Когда мы говорим, что вот были африканусы в Африке, значит, афоренсисы в Восточной Африке, там еще какие-нибудь эти там бахтергазальские, там гарри и прочее. Вот. Кто из них? А может они тоже там все между собой митисировались? Поэтому они может и все или кто-то из них. А может они с парантропами скрещивались? Вот. Ну пока мы этого точно не знаем. Короче говоря, да, значит, как это, умножая знания, умножаешь скорбь, и там чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов возникает. Да, это вот красота познания, в отличие, может быть, какой-нибудь религиозной картины мира, которая принципиально конечна и неизменна, грубо говоря. Здесь это постоянно меняющееся и расширяющееся такое пространство. Наверное, это здорово, красиво. Пожалуйста. Александр, у меня вопрос немножко личного характера. кто или что вас вдохновило заниматься наукой, да, потому что в детстве, ну, понятно, что это все очень интересно, но вот так, чтобы из детства вынести это во взрослые и стать ученым, да, достаточно известным, что вот вас поддерживало все эти годы? Я все-таки не ученый, я не исследователь. Я публицист, я научный журналист, я популяризатор науки. То есть я непосредственно, меня нельзя назвать ученым, тем более известным ученым. Я популяризатор науки. Наукой занимаются мои коллеги. Вот. во-вторых, да, во-вторых, там, всякие книжки с детства, мультики, в принципе, все то же самое, что и современные детишки любят. Книжки про динозавров, значит, вот. Многие смотрят, но я-то значительную часть жизни занимался совсем другими вещами. То есть по образованию я математик. Значит, работал я журналистом. Вот. И где-то только вот в 2009 году, вот, в очень сознательном возрасте, я, ну, как бы, ну, у меня интерес-то был к этому всему, я познакомился с Дребышевским. Но познакомился не случайно, потому что мне это было интересно. А как раз существование уже электронной почты и социальных сетей позволяло познакомиться с людьми, невзирая на то, что он в разных городах и прочее. Вот. И тогда мы придумали проект Антропогенез. Вот. Это было в 2009, уже в начале 2010 года. Вот. Появился Антропогенез. С тех пор вот этот проект и существует. Александр, если позволите, я воспользуюсь правом руководителя ИЦАИ, потому что я очень люблю, когда наши спикеры, которые популяризируют на руку здесь каждый день, приходят в гости на других спикеров, которые к нам приезжают. И наш химик Екатерина Качалова, у нас есть физики из ЭПФРАН, которые могут все рассказать про МИОН. Вот. Я сюда... А потом девочки, вот тут девочки. Да. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста. И, может быть, простите меня за моё невежество, я ничего не знаю. Я по физике ничего не знаю. А я химик, отлично, я тоже ничего не знаю по физике. Подскажите, пожалуйста, вот там успешно у останков расшифровывают ДНК. Находили ли какие-то, например, мутации в ДНК, которые привели к смерти? Или, например, ну, может быть, диагностировали рак, вот этот умер от рака? Или, понятно, если нашли останки с проломленным черепом, понятно, от чего умер, упал камень на голову. А находили ли прям останки, где можно было понять, что это прям была болезнь, например, поражающая? Есть, значит, по поводу именно по ДНК, я такого не слышал, чтобы прям находили какие-то генетические... Ну, на самом деле, слышал. Вот. Ну, просто если говорить про рак, то есть находки реально с костными опухолями, то есть там ДНК не нужно, а там реально, причем есть Homo habilis из Южной Африки, у которого, которому там полтора миллиона лет, и у него фаланга стопы с костной опухоли, причем это какая-то там, ну, медики меня поправят, карцинома, то есть, ну, какая-то злокачественная, короче говоря, опухоль. Вот. Есть ребро неандертальца, тоже с опухолью. Есть находки даже каких-то там дивонских рыб с чем-то похожим на рак, и динозавров, то есть опухоли, в том числе, злокачественные были, и их находят на скелете. Я не уверен, что это можно по ДНК увидеть, вот, потому что это же, это нужно, как бы, меня должны поправить, опять же, специалисты там по медицине, радиационной медицине, по онкологии, и все это вместе еще с палеопатологией, но это же нужно, должны быть образцы, по идее, ткани, или там крови, когда мы там там ищем метастазы и прочее. У нас есть только скелет и зубы, вот, и найти там какие-то вот эти мутации, которые приводят к тому, что ткань становится источником злокачественной опухоли, я не знаю, что такое было. Вот, я знаю находки, ну, не такие древние, вот, есть мумия гуманоида, под названием ата, значит, из Перу, если не ошибаюсь, кажется. Ну, короче говоря, Южная Америка, там вот такого нашли человечка, вот такого, сушеного, и его в течение ряда лет показывали, как инопланетянина. Ну, судя по всему, это такая мумия эмбриона, вот, с многочисленными патологиями, и вот его специально генетически исследовали и показали, что у него множество наследственных нарушений, которые приводят к карликовости, недоразвитию мозга, значит, нарушению, там, вообще, ну, всего, чего можно, из-за чего, видимо, он сразу после рождения умер, и вот это тот пример, о котором мы говорили. Он современный, это мумия, которая, видимо, 20 века, вот, про древних, про египетские мумии с различными заболеваниями и патологиями, наиболее известный Тутанхамон, у которого были там всякие болезни крови и еще чего-то, вот, такие исследования есть, про неандертальцев я подобного не слышал. Вот, есть исследования мамонтов, поздних мамонтов, которые жили на острове Врангеля или там еще есть поздние популяции этих остров Иосифа, что ли, вот, да, наверное, земля Франции Иосифа, вот, где, значит, по сравнению генома мамонта вот этого позднего, который жил там примерно уже 5 тысяч лет назад, с мамонтом из Сибири, который жил 40 тысяч лет назад, показали, как они выродились, то есть из-за того, что это была маленькая популяция, и поэтому у него уже там не работали какие-то обонятельные рецепторы, шерсть была полупрозрачной, и вообще был он весь такой болезненный, такой, вот, то есть, видимо, эта популяция загибалась там уже от врождения, но умерли они, видимо, потому что у них просто пресная вода кончилась, потому что закончился ледниковый период, уровень мирового океана поднялся, притопин там у них источники воды, им было там совсем плохо, вот есть такие вот исследования, вот, например, да, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Я бы хотела задать вопрос, почему считают, что царапины на стенах пещеры оставлены именно неандертальцами, а они неестественного происхождения? Спасибо. Обычно в таких целях проводят эксперименты. Вот эти ребята реально, во-первых, проводили эксперименты, то есть они брали различные камни, а там еще есть следы когтей животных, следы оставлены различными орудиями, и в том числе следы, оставленные пальцами современных людей. То есть они проводили эксперименты и сравнивали, как это выглядит. И они пришли к выводу, что вот эти следы, они именно оставлены человеческими пальцами. против того, что они естественным путем оставлены, обычно используют такой аргумент. Покажите естественный пример. В данном случае они достаточно протяженные, они параллельные, их много, они примерно одинаковой ширины, одинаковой глубины, они там, условно говоря, не пересекают, ну, вроде, пересекают какие-нибудь трещины на стене. То есть, короче говоря, обычно они используют такой набор признаков, по которым можно отличить естественные следы от искусственных. И говорят, вот смотрите, если бы они были естественными, то скорее всего они бы следовали какими-то там трещинкам на этой скале, скорее всего они бы были разной ширины и разной длины и изгибались, обрывались бы в разных местах, потому что естественные процессы они вот случайным образом приходят. А здесь они, смотрите, одинаковые ширины, вот, они не прерываются, там они даже как-то где-то анализируют, что вот он вел, 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 а в конце у него уже пальчик вот так вот, там уже немножко след изменился, потому что палец под другим углом идет. Вот, поэтому, да, они доказывают, что это именно человеком устраивлено. Это, конечно, всегда можно поспорить с этим, да. А тогда в продолжение вопроса уточнить, а не могло ли это быть некое действие ритуального характера, например, как буддийское поворачивание малейных барабанов? Ну, не обязательно прямая палель, но... Все, что угодно могло быть, да как доказать, главный вопрос. То есть там, вот, вот эта кость из Хателева, там начинается, это карта, они нарисовали зайчика, значит, это был, значит, автограф неандертальца, или это горы они нарисовали, это всегда крайне затруднительно доказать. То есть есть факт, что это, вот как бы, они доказывают, что это сделал, видимо, человек, сделал он это осознанно. Зачем? Можно придумать множество объяснений. Там даже, что вот он пытался что-то изобразить, при некоторой фантазии можно там что-то увидеть, вот он раковину, нарисовал раковину, а может и нет. То есть это всегда вот такое вот умозрительное рассуждение на песке. Поэтому, на мой взгляд, лучше вот тут притормозить. Катенька, а есть ли вопросы из чата какие-нибудь? Нету пока вопросов из чата. Так, давайте дадим вот туда микрофончик для, опять же, баланса. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотел спросить по поводу хэштегов. Если я не ошибаюсь, их находили в разных частях мира. Вот хотелось бы узнать, с чем это связано, что послужило образу, почему это выставят. Возможно, это просто какая-то самая очевидная геометрическая, простейшая фигура. То есть взял, нарисовал. Нередко они получаются просто когда много пересекающихся линий. То есть кто-то нарисовал какое-то количество горизонтальных или там процарапал, потом процарапал вертикальные. Вот на их пересечении получился этот хэштег. Что он обозначает? Есть находка в пещере на Гибралтаре, если не ошибаюсь, вот такого тоже, вероятно, неандертайского. Есть находка аналогичного хэштега в Южной Африке на орудии в пещере Блорбас, если мне память не изменяет. То есть похожие находки есть, и они даже вот в данном случае они начинают говорить, что это может быть одна культура была. Потому что какие-то может это те же люди или люди, которые как-то обменивались знаниями. Но узор слишком простой, мне кажется. А почему строили пирамиды там и тут строили? Потому что самая очевидная геометрическая форма. Ну, да, да. Мы не знаем, почему хэштег. Пытались запустить хэштег. Пытались изобрести хэштег. Так, пожалуйста, вот там был где-то вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой, возможно, более фундаментального характера. Недавно, не будучи специалистом в археологии, антропологии, начал спорить с родственниками по поводу происхождения человека. И основной аргумент был против, грубо говоря, происхождения человека от обезьяны в том, что невозможно изучить то, что было сотни тысяч лет назад, миллионы лет назад. Вопрос, как вкратце это доказать и возможно ли это, и насколько вообще методология сейчас надежна, насколько у нее высокая разрешающая способность и каково соотношение категорических выводов каких-то относительно прошлого, особенно далекого, с предположениями, только вероятностями. Спасибо. Ну, во-первых, если начинать с конца, то это слишком глобально, потому что вы понимаете, что одно дело, когда мы изучаем твердые вещи, то есть, например, мы изучаем кости, мы изучаем орудия, вот они есть, они нам даны в ощущениях, и очевидно, что это кости какого-то живого существа, очевидно, что это орудие, вот, ну, в некоторых случаях это не очевидно, но для специалистов это понятно. Вот, другое дело, когда мы начинаем реконструировать, например, о их отношении в сообществе, о говорили ли они, о мечтали ли они, вот, да, это уже понятно, что в значительной степени это реконструкция, интерпретация, и там вероятностность возрастает, я имею в виду, что это уже вот как бы большой процент предположений. Чем дальше мы отходим от твердых, так сказать, артефактов, тем больше появляется возможности для фантазирования. Хотя, конечно, как правило, в научных статьях исследователи это осознают и оговаривают. Если это нормальное исследование, то там эта вероятность даже выражена в цифрах. Вот, значит, если мы говорим, как мы можем, что мы не можем исследовать то, что было миллион лет назад, мы не можем исследовать даже то, что было секунду назад, потому что это уже прошлое. Напрямую мы не можем. Вот даже, это помнится, был убил Аная такой пример. Вот я смотрю на вас, но пока я, значит, на вас смотрю, свет-то летит ко мне, вы уже изменились. Я все время вижу только прошлое. Мы все время с вами имеем дело с прошлым, но напрямую, пока я буду к вам подходить, вы еще изменитесь. Постареете чуть-чуть. Короче говоря, можем ли мы изучать в принципе прошлое? То есть такой философский вопрос. Возможно ли в принципе исторические науки? А это не только палеонтология, это и геология, это и астрономия, потому что, когда мы смотрим на далекие звезды, мы тоже смотрим на далекое прошлое. Вот. То есть если мы можем предположить, если мы будем говорить, что мы вообще не можем, ну тогда, значит, ну вот такой селепсизм. Все, все есть порождение моего больного воображения. Вот. Если мы все-таки исходим из того, что наши ощущения нас, ну, наверное, не всегда обманывают, то по различным косвенным признакам мы можем делать выводы. Наши выводы надежнее, если эти признаки сходятся. То есть я спросил у вас время, я спросил вот оттуда время и еще у кого-то. И сравнил эти три цифры. Я вижу, что двое часов показывают одно время, а третьи часы другое. С большей вероятностью все-таки вот эти два показывают правильно, а третий врет. А если у меня 9 часов разных приборов, я их сравниваю, вероятность выше. Это, конечно, все 9 могут врать. Когда мы, например, изучаем какие-нибудь памятники, мы их датируем, сейчас их датируют десятками способов. И если в разных лабораториях, разными методами приходят к сходным результатам, ну, это все-таки вероятность, что, видимо, да, правильно, ошибки нет, вероятность выше. Хотя она все равно не будет стопроцентной никогда. И в науке вообще, практически кроме математики, вы никогда не умеете делать со стопроцентной вероятностью. Она может быть очень близка к стопроцентам, но никогда не стопроцентной. Вот. Не знаю, убедит ли это вашего собеседника. Здесь я могу еще прочитать. Да, пожалуйста. Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос про неандертальцев. Ну, насколько я знаю, по последним данным, неандертальцы признаны гораздо более развитыми и умными, чем считалось ранее. Существует ли какая-то связь между наличием неандертальских генов в динаме человека и когнитивными способностями уровня IQ? Значит, такую связь пытались искать. Это будет немножко неполиткорректно, учитывая, что вообще неандертальские варианты генетически есть у неафриканцев и нет у африканцев. Вот. То я бы хотел посмотреть на статью, где будут такие выводы делаться. Хотя, тем не менее, такие публикации есть. И показывается, что некоторые неандертальские варианты связаны с какими-то определенными когнитивными способностями, но каких-то вот очень серьезных выводов о том, что именно вот это вот скрещивание дало что-то не для иммунитета, не для, допустим, циркадных ритмов, не для кожной пигментации и там жироотложения, а именно для работы головы, каких-то таких вот заметных результатов я не видел. Вот. Хотя, ну, понятно, что вот эти неандертальские варианты, которые у нас есть, они рассеяны по всему геному, и, конечно, они попадают и в гены, которые связаны с развитием нервной системы и с когнитивными способностями в том числе. Но там всегда, когда просто начинают оценивать вклад каждого вот этого отдельного неандертальского варианта, там настолько, вот если их разложить поделиться, там настолько мизерный вклад может быть, вот, что обычный ответ, мы видим, что влияние есть, а вот какое оно, мы не знаем. Вон у нас с той стороны тоже есть вопрос. Добрый день, я на самом деле очень стесняюсь, меня зовут Хесус, привет. Вот, и ваша лекция на самом деле, ну, вообще, я ожидал немного другого, но в общем и целом я, в принципе, понял, что вы хотели сказать этим, вы просто показали то, чем вы занимаетесь и, в принципе, к чему может привести тот или иной вид деятельности как раз-таки, ну, короче, были сейчас вопросы про то, что, вот, у вас был вопрос про то, что вы спорили с родственниками, естественно, чуть-чуть, извините, где-то здесь был вопрос про эмоциональный интеллект как раз-таки, и был вопрос, опять же, тоже про, последний вопрос, про как раз-таки само развитие определенных индивидов, которые привели нас к тому, к той точке развития нашего интеллекта и, в принципе, нас самих, которую мы знаем сейчас. Ну, так нужно понимать тот факт, что наше общество довольно-таки молодое. И, во-первых, я могу ответить на ваш вопрос, ну, не то, чтобы ответить, спокойно. Вопрос был в том, что вы спорили о том, что, кто был до человека, то есть, мол, это не обезьяна. Но, если посмотреть, в принципе, на все развитие эволюционного... Есть вопрос? Давайте, Александр, отпустим. После лекции можно пообщаться друг с другом. А, ну, все отлично. Хорошо. Будьте лаконичны, сосредоточьтесь. Я просто переживаю очень сильно. Я не люблю людей. Я люблю больше что-то изучать и смотреть. Вот. Так что, ну, в принципе, вопросов у меня нет. Но я вообще, на самом деле... Спасибо. Спасибо, что вы высказали. Последний, последний. На самом деле, я выслушал вопросы и понял, что на три вопроса, как раз-таки, про эмоции, обезьяну и коммуникативные навыки, мы не смогли ответить, поэтому я хотел попытаться ответить на них. Но раз так, то нет. Можно после лекции вот найти молодого человека и кому интересно пообщаться. Спасибо. Крайний вопрос, наверное. Что? Мы можем еще пару перегасовить еще в чате. Добрый вечер. Спасибо за доклад. Дмитрий, меня вот по первому вашему открытию, да, по остановке неандертальцев, где они, значит, кушали слоник. Вопрос такой, почему такое количество особей побытных на такой ограниченной территории, ведь если бы я был неандертальцем и я бы где-нибудь его в саванне убил, то я бы, наверное, там все-таки его и съел, потому что тащить группой в 15 человек машину, которая весит 5 тонн, это не совсем правильно, тем более по дороге могут как бы конкуренты напасть, да, и отобрать добычу. Что они? Они капельхентом делали, зачем они стаскивали в одно место. Я не уверен, что они их стаскивали. Там какое-то было место, куда эти слоны почему-то приходили. Там, кстати говоря, во-первых, их наверняка гораздо больше, чем они нашли, потому что вообще это карьер, где добывали торф или бурый уголь, что-то такое. И, короче говоря, значительную часть его уничтожили. Миграция какая-то там походила. Кто же их знает. Вот, я не думаю, что они их туда стаскивали. Скорее всего, они прямо их там на месте и делали. Они их угодили, сгодили их туда, сами слоны туда приходили. Не похоже, что они их туда тащили. И там, кстати говоря, были расчеты, что, учитывая промежуток времени, за который это все накапливалось, там был, грубо говоря, один слон за несколько лет. То есть это не то, чтобы они каждый день ходили и притаскивали слона. Раз в несколько лет они устраивали такую большую охоту, видимо. А потом, может, друзей всех созывали на праздник и вместе трескали этого слона. А потом еще несколько лет ждали. Но еще раз, это по тем слонам, которых нашли. Потому что большая часть этого памятника, к сожалению, уничтожена землеройной техникой. Такая вот грустная история. Так, в чате вопросов этих немногих нет особо. Так, ну, давайте еще вопрос. Ладно, меня. Да, давайте. Здравствуйте, тоже не очень хочется позориться своими знаниями. Меня зовут Мария. Вопрос такой. Я, когда приезжаю мимо полей, я никогда не видела бегающих людей, археологов со сканерами. Как именно вы находите, где копать? Значит, подавляющее большинство находок до сих пор делается случайно. Кстати говоря, на полях и без сканеров, а просто, например, колхозниками, крестьянами, которые копают колодец или вот как вот в случае с этими перслонами, демилеройной техникой, вдруг они видят, что из-под ковша посыпались косточки или черепки или что-то такое. Если это сознательный работник, он сообщает начальству. Если начальство сознательное, оно сообщает ученым, понимая при этом, что с локой вероятностью работа встанет. Поэтому лучше вообще там выкопать это, выкинуть и никому ничего не говорить, к сожалению. Но, значит, помимо этого существует археологическая разведка. То есть вот в тех же самых, допустим, стоянках палеолитических там сканер, если вы имеете в виду металлоискатель, то там он и не поможет, потому что там металла нет. Но вот археологи ходят, например, по местам, где, значит, например, река размыла берег. И вот известно, что вот в этой местности река размывает берег, и там где-то есть выходы кремня. А кремень был ценным сырьем. И вот они ходят и смотрят, и в какой-то момент он видит выпавшие орудия из стенки вот этого размытого склона. И вот так, например, Хотелево открыли. Вот. Сейчас уже используют иногда спутники. Пещеры. То есть так же ходят, осматривают пещеры. Но пещеры есть далеко не везде. Вот там, где есть пещеры, спелеологи находят. Вот хомоноледи, я рассказывал, там нашли спелеологи. А вот австралопитека Сидибу Бергер описал целенаправленно. Он по сервису Google Земля находил места, где есть неизвестные карстовые пещеры и целенаправленно туда шел. И он нашел их. То есть есть определенные места, где вероятность встретиться вот с такими находками выше. Там стоит искать. Были даже сервисы, знаете, что называется гражданская наука. То есть есть огромное количество спутниковых карт с высоким разрешением, например, там африканской саванны. Неизвестно, что в африканской саванне в некоторых случаях древние окаменелости могут лежать прямо на поверхности. Вот их ветром, там водой вымыло. Но вы никогда, если вы будете, как вот поисковик, целенаправленно обходить эти сотни квадратных километров, вы никогда все это не обойдете. И там, значит, спутниковые карты разбиты на квадраты, и любой желающий может заходить на их сайт, загружать случайный участок карты, смотреть на него. Если там видеть что-то подозрительное, нажимать там кнопку. Обратите внимание. И с помощью большого числа людей они, значит, вот так вот более эффективно ищут. То есть вы можете зайти и посмотреть. По-моему, правда, этот проект уже закончился. Вот. Поэтому, да, как правило, это случайно, но в некоторых случаях это происходит целенаправленно. Вот. Продолжение следует...